Ну что, друзья, начинаем нашу новую серию, Новый год. Программы «Вокруг света» возвращаются. Блин, небольшие каникулы, и первый герой – мой друг, старинный друг, любимый друг. Но он очень большой артист, он очень яркая личность, он даже политический деятель, он вообще явление современного мира, не только России, я считаю. Ваня, ахла, быстро! Пошли! Здравствуйте! А вы нас ждете? Вы Анфиса? Я очень варю. О, Ваня, да, спасибо. Мам! Мам! Тетя Света пришла! Мам! А вот они в станы. Я старый человек. Я сижу дома, Оксана варит борщ, приезжает Шойгу. Говорит, Иван Иванович, Владимир Владимирович сейчас подъедет. Ну что, Навальный? Я встаю и говорю, Алексей, если бы я стал президентом, я бы обязательно тебя тут же в первый же день расстрелял. Путин в точности повторяет, что делаю я. Я в Лужниках провел, и через две недельки он. Ощущение, что следит за мной, ездит. Какая ваша политическая программа? Я говорю, проковещение, средневековье, милитаризм, изоциализм, национализм. Крым, наш, я бы татуху бы сделал. Женщины любят, когда вот все ясно. Все нормальные люди что делают, первую братьню ночь? Ну, что-то делают. А мы татухи делали. Все, что не убивает нас, нам неинтересно. А как ты съел собаку? И нельзя не быть панком в России, по большому счету. Мы же дети хаоса. Слушай, я не нашла тебя в Инстаграме. В Инстаграме? А у меня я псайкер О1477. Я же такой это... А ты знаешь, какая я в Инстаграме? А030AA. Тоже видишь, как это... Странно, что мы не находим другого в Инстаграме. А ты почему так назвался? А мне смысл для коммерческой реализации. Он не должен, в общем, служить. Почему? Смысл. Ну что, там уже зарабатывать деньги. Поверь мне. Правда. Я тебе потом все расскажу. Честно слово. Да у меня аудитория такая вот там, сколько у меня там? Триста... А как тебя найти можно? Псайкер О1477. Так об этом и разговор. Как вот, когда я была А030AAA и удивлялась, почему у людей миллионы, а у меня там 500 тысяч. А когда даже мои друзья говорят, а как ты называешься в Инстаграме? Я говорю, А030AA. Говорят, а как тебя находят люди? Я такая думаю, а я не знаю. Причем, извини, ты все-таки большой артист, политический деятель. А я там, знаешь, как бы так... Он говорит, а как тебя находят? Потом я себе написала, знаешь, там, ну ладно, как бы написал Света. Потом я написала... Ну ты поменяла сам? Нет, А030AA, так у меня и остался. И просто вначале написала Света? Ну просто я подписала, что меня зовут Света. Потом написала Света.ру. Уже когда я поняла, что это все-таки коммерческая страница, я думаю, ладно, подпишусь, Бондарчук. У меня теперь Света.ру, Бондарчук. Вот Харченко не нравится. Он говорит, меня. И сейчас будет опять откат. Он скольный. Те, кто подписан на мой инстаграм, знают, что я делюсь всегда своими бьюти-секретами. Как я ухаживаю за кожей, какие процедуры я делаю. Конечно, не секрет ни для кого, что красивая улыбка – это, наверное, самое большое достояние любой красивой девушки, просто человека. Но это не просто красивая улыбка. Это здоровая кожа, это здоровое состояние в тебя вообще. Это бостонская клиника. И мы сегодня узнаем, как можно достигнуть и добиться идеальной улыбки. И не поздно ли мне поставить брекеты. И вообще, нужны мне они или нет? Пойдемте узнаем. Здравствуйте, Константин. Не могла я с вами надолго расстаться. Вопрос заключается в том, где должна находиться нижняя челюсть. Вот вы знаете, например? Понятнее. Челюсть тоже не знает, а знают ваши мышцы. То, что я предлагаю сделать, это вот этим и заняться. Это недолгая, неинвазивная технология, которая просто замеряет тонус мышц. Мы определенным образом расслабляем эти мышцы. И мышцы ставят челюсть в правильное положение. И все, что нам надо, зарегистрировать это положение. А дальше делать, что называется, технику. Гордятся, когда вам. Когда вы смыкаете зубы, вот вы смыкаете вот в этой точке. Вот здесь. А мышцы ваши хотят, чтобы вы закрывали вот здесь. Почти на 2 миллиметра челюсть вышла вперед. Мы хотим, чтобы наши пациенты выглядели на 30, на 40, свои 50, 60. Не только выглядели, а самое главное, чувствовали себя, чтобы у них здоровье было. А для этого нужно, чтобы дыхание было. Ну что, друзья, вы понимаете, что красота красотой, что очень важно. А здоровье, оно самое дорогое. Этим и займемся. У меня же был твиттер. А я же такой государственник. Крепкий психический, я бы сказал. Я знаю, что все не так, как надо. Как у Высоцкого в песне. Ну не так, да. Ну не так. Но когда-то так должно быть. А для того, чтобы когда-то так должно быть, надо хотя бы позиционировать. Это намерение. Эффект наблюдателя. Гейзенберг. Квантовая физика. Все равно, рано или поздно, передачим паром, как говорится, придем. И я оптимист. И периодически я в Твиттере позволял себе какие-то... Ну, я донецкая вся история. Я искренне от всего сердца не имею никого. То есть ты же принял даже гражданство. Да, да, да. Это у Захарченко мне вручал паспорт. Очень хороший человек был. Его любили, плакали, когда убили его. Искренне плакали. Потом я действительно считаю, что у них было право на такую автономию. Потому что там русскоязычное население раз. Во-вторых, это Донвасс. Это надо знать еще крепкий характер. То есть там просто так не поспоришь. И никаких насильственных они не приемляют изначально. И очень много знакомых. И когда все началось, вроде бы как-то сначала непонятно. Ну, с Крымом чисто государственное. Мое сердце было утишено. Крым наш. Я бы татуху сделал. Если бы не ленился, я сделал бы татуху. У меня роман есть. Запах фиалки, он такой приключенческий. С хулиганцей. Потому что все пытаются эту тему обходить стороной. Если даже говорить что-то, переть за нас. За Крым наш. Ну, вот мягенько. Чтобы кого-то не обидеть. А меня, собственно, кого обижу? Я соседа обижу? Да нет. Собачку не обижу. Никого не обижу. Никого я не вижу. По работе только вижу. По работе я интересен, как по работе. Все наши боятся в основном визу не получить потом. Я не боюсь. Я везде побывал. Там, где хотел. Вот, предположим, Азия меня никогда не интересовала. Ну, Азия-то тебе даст визу. Им все равно нашу, Крым или не нашу. Абсолютно. Вот американцы могут не дать. Не англичане дают. Дают? Будешь смеяться, да, дают. Правда, Тереза Мэй лично запретила мне появляться с речами во всех общественных учреждениях. Она, наверное, боится, что я смогу воззвать к внутреннему голосу древних бритов. И они вспомнят о своем призвании настоящем. Какое у них призвание? Они имперцы тоже. У них чуть-чуть отличается цивилизация. У них же островная цивилизация. У них чуть-чуть по-другому организовывалась она. Она иная. И у них есть, предположим, набор смысловых понятий, которых нет у нас. В силу того, что они сложились в течение развития их цивилизации. Их цивилизация, так же, как и европейская, европейская даже в меньшей степени основана на торговых отношениях. Это нормально, это неплохо, нехорошо. Это так. Маленькие государства, там, князьки, графья. Все родственники. Все родственники. Жена забеременела, на войну надо ехать, чтобы у жены беременная женщина, как правило, скверный характер. Там повоевали, этот спалил деревню, эту, эту. Потом опять наладилось, потом опять дороги. Говорят, что нельзя. Дороги должны быть хорошие, чтобы торговать. И вот так организовывалась их цивилизация. На взаимовыгодных отношениях. У нас по-другому. У нас по-другому. Мы по лесам шарились. То от монгол-татар, то с хунами за эту силе, то еще кто-то, какие-то чертей назвали. То поляки, то одно, то другое. У нас тип цивилизации, почему мы так склонная и талантливая в самоорганизации, вот в такой кипишной самоорганизации. Да, нас никто не победит в этом. Нас никто не победит, потому что нам нравится это. Наше русское нитшианство написано здесь художником и граффити на заборе. Выражено так, что «все, что не убивает нас, нам неинтересно». Слушай, а ты не посмотрел сейчас программу «Вчера вышла» Навального? Нет, не посмотрел. Смотри, интересно. С Навальной у меня смешная была история. Я вообще отношусь неплохо к людям, которые работают. Ну, ярко себя проявляют. Ярко себя проявляют. Бе страшно. Яркая личность, такого и повесить интересно. Ну, или наградить, не важно. По факту краткости нашей жизни это малое значение имеет. Все очень быстро меняется. Он, ну, совершенно очевидно, на другой стороне баррикад, нежели я. Я говорю, ярный путиноид, блин, я бы и Сталин был бы, я и Сталин был бы, я и Сталин был бы, или как там кто. Я вот за это. Мне это все нравится. Ну, за исключением дикостей тоже. Он называет же дикостью. Ну, дикостью это излишние зачистки, создание мощных и репрессивных аппаратов, которые, собственно говоря, когда садятся на зарплату, не заканчивают работу по факту истребления. У нас все так и происходит сейчас. Ну, по факту у нас так. Ну, давай так. Ну, по факту у нас, в принципе, мы империи были. У нас такое кумовство, барство. Ну, мы не изменились за тысячелетие. Дети богатых будут учиться в хороших институтах, будут богатыми. Дети бедных, за редким исключением, будут похуже. Если будут талантливые, они добьются, станут богатыми. Их дети будут уже учиться. Покуда нет этому обоснования никакого такого идеологически-политического, это все АБК. Демократия, хотя какая демократия? Там, демократия, собственно говоря. Ну и нет. Ну что, в Америке сейчас есть демократия? Ну, нигде нет демократии. Демократия – это большой блеф. То же самое, что охлос, тоже и демос. Только, с одной стороны, охлос – яркий представитель новгородской овечи, а демос – это, ну, берем тот же самый, древнюю Грецию. Ну, и что, Навальный? Прощенный Росксения меня позвал. Кто же меня позвал? Я не мог отказать. Мишка Ефремов позвал. Нас посадили за один стол. Он знал, что у меня вот такие черносотенные взгляды. Я, ну, разумеется, и общий знакомый, и там, знал о его деятельности. Все вставали, все извинялись там за что-то. Ну, Прощенный, простите меня за это, за то, за то. Я такой плохой или я такой хороший, что слишком лучше, чем вы. Ну, я встаю и говорю, Алексей, прежде всего, я хочу попросить прощения у тебя, потому что, если бы я стал президентом, я бы обязательно тебя тут же в первый же день расстрелил. Потому что, ну, ты явный враг. То, что это не делает Путин, говорит только, вот, меня наводит только на две мысли. Либо ты на него работаешь, либо второй вариант. Он человек высокой морально-нравственных эталонов. И поэтому здесь я не ошибся. Что выбрал его? Он смешно ответил, он говорит, бог простит. Похохотали, что-то такое. Навального задержали, да. Как Миша Ефремов был идеальный вариант критика хулигана. Очень жалко и печально, это наша семейная трагедия, что так произошло с Мишей, и что погиб человек, и это ужасно. Но уже не вернешь. И вот он идеал. Говорили, что даже Владимир Владимирович, это нравилось. Когда говорили, может прикрыть каким-то образом. Он говорит, зачем? Идеальная художественная, обустроенная критика. Будет точно такая же, все то же самое, но некрасивая. С некрасивым человеком, неинтересно. А это вот как ярко пистол, посмеяться. И то же самое Навального. Ну да бог с ним, с Навального. Это правда. Ну да, и Навального вовсе. Путин. Что Путин? Всегда с момента его прихода, поначалу очень осторожно. До 2013 года я очень аккуратно относился. Многие вещи мне казались неприемлемы. То, что и Ельца не подсут, потому что явно человек разбазарил всю семью. Но это не мое дело. То есть вот на данный момент уже, потому что, чего вспоминать старое, к 2013 году, так получилось, что я ознакомился с неким количеством информации, он мне понравился. Да, идеальный правитель, на данный момент ничего это не дает. Но поговаривает, что он меня терпеть не может лично. У него идиосинкразия от меня, потому что... А почему интересно? Не знаю. Ну просто вот не нравишься. Ну скорее всего. Ну бывает так, что вот люди не нравятся. Больше 400 раз вот за это время, за мою карьеру и за время его управления подавали всякие там на заслуженного, на ищу чего-то, на награды, на какие-то, на еще чего-то. И вот оно теряется. Не нравишься. Я не настаиваю. Хотя я папуас. Я бы с удовольствием, если бы у меня был огромный орден, я бы его, блин, я еще бы больше такой звенел бы, ходил мне как многодетному отцу и колхознику. Это бы все простили. Ты панку бывшему, правда. Ну тем не менее. Мне кажется, больших панков не бывает, извиняюсь. Это отдельная история. Это отдельная история. И нельзя не быть панком в России, по большому счету. Мы же дети хаоса. Так что здесь власть вот, собственно, никак. Вот очень хорошо всегда за него парил. Но вот так это ничего не дает. Это абсолютно для себя, для искусства. Ты такая одиозная, яркая фигура. И понятно, что в компании тебя вспоминают чаще всего добрым словом. Кто-то тебя, правда, не понимает. Мне повезло, правда, что так как мы все дружили в юности, общались, там у нас какие-то были общие приключения, тоже я хочу потом что-то повспоминать, что я тебя как раз знаю, когда я пытаюсь иногда, ну так, не то, что похвастаться, объяснить, какой ты, я тебя знаю, но я понимаю, что объяснить тебе невозможно. Тебе можно вот просто объяснить, как ты там приходил на грузинку с какими-то своими произведениями, как ты, я не знаю, уже там фантазировал, как ты Анашу выращивал в Доме пионеров, или это правда была? Вот я до сих пор не знаю. Это не Дом пионеров, это на Ленинских горах. На Ленинских горах. На Ленинских горах, да. В Доме пионеров это было. Ну тогда никто не был в курсе. Что это Анашу? Это реальная история. А как ты съел собаку? Ну это армия была, мы были очень голодные. Но ты сказал, что ты ее любил и поэтому съел. Нет, это привлечение художественное. Нет, она умерла трагической смертью, но практической. И она накормила трех голодных солдат перед дембелем, за месяц до дембеля. И мы были диковато. То есть ты вот, это все, это же правда. Потому что когда ты мне рассказывал, я вот так слушала и думала, я тебе верила, честно тебе скажу. Ну всегда оставалось какой-то такой момент, думаю, ну может быть, это какая-то твоя художественная фантазия. Но она мне так же нравилась. Ну всегда есть преувеличение, разумеется. Не бегали три солдата со зверскими лицами за собачкой. Это была вынужденная ситуация, голодомор, короче говоря. И не было никакой мысли для коммерческой реализации, как следует... Сделать чебурек. Сделать с краплёй. А как это, почему? Что-то там, это же был какой-то... Слушай, это было давно не факт... Это 80, это до всех... Это, извини, дальше не было. Ты знаешь, такой фильм есть «Спасите Грейс». Это гениальное кино. Вот это было до «Спасите Грейс». Задолго, да. А история похожая. Я уверен, что это было в том тысячелетии. Там произрастало, и меня изумил сам сорт. И фотография была ещё рядом с этим растением. Пионерка где-то 30-е, 40-е годы. Такая мордастая, красивая пионерка, прям кровь с молоком. И победительница конкурса выращивания конопли. А уже к тому времени, ну, какие-то там, я не знаю, окраинские хулиганы, как-то так... Мы же к этому не относились как к наркотикам. Нет, вообще нет. То есть какая-то ерунда. И стали так относиться, потому что уж появились свои дети. Да ещё и позже потом. Это долго приходило уже, когда пришли ужасы со всеми химозными делами, когда стали, как мухи, умирать наши друзья и близкие. Но это всё химоза. А это как-то и на свае, и на шае. Я говорю, да, блин, дополнительное к тому, чтобы... Ай, не буду. Мой друг говорил, говорит, что за странное удовольствие. Пьянства, говорит, не было, а похмелье есть. То есть мы к этому чуть-чуть по-другому относились. Ну и смеха ради, хохотали. Потом пресёк какой-то там главенствующий чин. Ты узнал, что это была не орхидея? Его смутило, что орхидеи исчезли. Там всё одним сортом. Это смешно. Какие-то такие удивительные, Ваня, твои истории. И все эти твои произведения. А вообще всё-таки я хочу вернуться к истокам нашего знакомства. Потому что это удивительное время. Это конец 80-х. Это, мне кажется, один из последних ярких курсов в Авгике. Ну потом, я не знаю, может, более сейчас в молодом поколении. Но потом лет 10-15 такого забвения. Оператор – это Апельянск, Козлов, Ренат Литвин, Федя Понторчук. Макс Асачий. Тигран Киассоян. Другой ещё Тигран Киассоян. Не сегодня шли. А ты общаешься, кстати, с Тиграном? Очень мало. Он же всеобъемлющий. И когда с ним разговариваешь, волей-неволей начинаешь вот так смотреть. Потому что он нависает по-армянски. И вот это всё. Да, но у него сейчас очень дурная репутация. Ты знаешь. Мой милый Тигран всегда будет мне дорог. А я редко Симоньян люблю. Очень люблю Симоньян. Откуда ты знаешь Симоньян? Мы с ней работали на «Русском пионере». Потом я работал в РТ. Она прекрасно пишет. Она одна из самых одарённых женщин-литераторов на данный момент. Я читаю много. Слава богу, сейчас с литературой во всём плохо. А с литературой хорошо. Тут я была у нашего друга, отца Дмитрия. Буквально после рождественской службы мы заехали к нему на ужин. И он как раз наоборот. Его мнение, что литературу... Простите, батюшка, в жопе. Что не надо писать, надо читать. Вот не знаю. Не знаю. Елизаров. Водолазкин он порвал. Водолазкин. Почему? Мне безумный лавр. Авиатор. Авиатор замечательный. И вот рассказы недавно... Земля вышла, Елизаровская земля. Перед этим был библиотекарь. Библиотекарь, да. Вячеслав Иванов по масштабам. Я не беру спорного Акунина, потому что... Ну я люблю Акунина, честно. Он очень талантлив. Но когда гордыня стоит над талантом... Всё-таки талант – это возможность, это готовность открыть некую диафрагму и принять. Принять и уже изложить на человеческом языке, что принял. Что вот это чувствование. А когда над этим стоит твое «я» и некое доказательство, ну я не люблю, когда мне что-то доказывают. Я люблю знакомиться с миром другого человека. Водолазкин предоставляет мне эту возможность. Елизаров мне предоставляет. Прилепин, друг мой возлюбленный. Великолей, один из лучших. У меня был Айкенс, обложка, на которой я закрыла. На твоей обложке я закрыла Айкенс. Потому что... Ой, несколько банков так закрылись. Зовут меня в рекламе, я с удовольствием. Так это мы вырежем банки, идите к нам. Ребята, говорю. Вот у меня была с башки каким-то банком. Я не помню, смешная была реклама. Я играл и клиента, и менеджера. Здрасте. Можно открыть вклад? Конечно. И вы получите отдых за банковский счет. И там финал вот такой. А золотишко имеется. Времена-то не спокоят. И их не смущало вообще ничего. На это вы порешили. Мне вот он тоже писал для Айкенс. Это было так... Ну, для меня прям, знаешь, я гордилась этим. То есть я, можно сказать, последняя икода ушедшего времени. Оно вот еще не наступило. Оно еще в стадии оформления. Такое скользающее. Скользающее сейчас с этими ковидами, со всеми остальными чудесами. Интересно. Интересно. Нет, вообще в интересную эпоху мы живем. Я тоже считаю, Вань, что очень много талантливых писателей. Очень много. Девчонки. Я очень люблю, кстати, Пелевина. К нему многие сложно там относятся. Или он к тебе заходит? Он тоже страдает. У него близ Акунинской. А у Акунина слишком долго стоит у зеркала. У Пелевина темные очки. Его тяжело разглядывать в зеркало. Но про себя он помнит. И он пытается взять свое до того, как это оценено. То есть страдает филитонизмом. Если бы те вещи, которые он излагает в своих произведениях, он расписывал шире, чтобы и обычный человек без употребления запрещенных веществ мог это прочесть, то, конечно, цены бы ему тоже не было. Но, несомненно, он один из лучших писателей. С Пелевиной смешная была история. В период где-то 12-й год или 11-й год меня стали активно пропихивать в политсреду. Я тогда занимался пиаром, преработки. То есть я вообще политикой не особо интересовался. Я говорю, подбери еще людей, действительно представляющих интерес с точки зрения культуры. Я вспомнил Пелевина, и мы где-то пересекались. Как-то получилось, что у меня был и телефон его, и виделись мы, и он позвонил в Германию, он, по-моему, был. Я говорю, не хочешь там стать главой одной из партий? Ты его физически видел, он с ним общался. То есть, да, вот это, кстати, самый главный вопрос, потому что многие говорят, что это человек-собирательный образ. Компания людей, работающая под псевдонимом Пелевина. Нет, нет, там чисто стилистически, по литературе видно, по манере изложения это один и тот же человек. Но ты с ним лично знаком был? Ну, да, я сейчас боюсь наврать, но я не знаю, почему я так позвонил ему и предложил, и почему на такой дружеской ноте, собственно говоря, обсудили этот вопрос. Вряд ли, что это через каких-то знакомых было. То есть, фотография, которая в интернете гуляет, это он и есть? Да, 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 да. Да, 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 да. Но у нас много знакомых общих каких-то. Это самое удивительное. Про Зеланда говорили, что вот Зеланда, трансерфинг, а все остальное, что это собирательный образ, но тоже не так. А расскажи про Цоя. Вот раз уж ты сказал, что это мой друг Цоя, тут мне правда самое очень интересное. Я никогда не спрашивала о тебе, я никогда не знала. Какие ваши были соприкосновения с этим удивительным человеком? Они были эпизодические, дружественные, теплые, но эпизодические. Потому что все-таки больше всех с ним поддерживал отношения. И жил Цой чаще всего, когда в Москву приезжал у Аркашиа Васоцкого. И там тусня Рашид с казахского курса, который Игорь снял. Ну и в общем курс, там по-моему все тусовались. Почему-то отпечаталась у меня картинка, вот этот переход стеклянный в Авгике в старом здании оказался уже новый есть. Вот у Васи, у меня у Васи живут в Авгике на втором курсе, на сценарном. И он, как правило, сидел в этом переходе, курил, дождался, пока лекции закончится, чтобы ребята пришли и уже куда-то идти. Но вообще первое знакомство было и с ним, и с Шевчуком. Гаррика я знал до этого, сразу после армии. В 86-й год я возвращаюсь из Ростова-на-Дону на предоставленной мне иномарке дорогостоящей, которой руководил представитель какой-то преступной группировки. У меня просто мой сержант от Ростова-на-Дону, но еще и годы такие, что начали, ну конец 80-х. И он за полгода до меня уволился в запас, быстро возглавил там какую-то местную спортивную преступную группировку и сжил все остальные преступные группировки, потому что те мешали туризму. Ну, чисто экономический интерес был, никакого злодейства. Очень приличный человек, но не буду называть. И я когда вышел... Вы все его знаете. Он предоставил мне машину, джип. У меня была огромная вот эта 5-литровая виска, наверное, с эти качели, или там сколько там литров-то в этой качели. Очень угрюмый водитель, крупный мужчина, мужичок вооруженный, причем не скрывающий, что вооруженный. Тогда милиция к этому толерантно относилась, к воде, знает, чем закончится. И мы ехали через поля, и я слушал, я до сих пор песню помню, это «Матья Базар». Под «Матья Базар» я уходил, и ее показала мне Федька. То есть тогда они слушали «Матья Базар», это Сан-Рэм, по-моему, 84-й год, 83-й. А возвращался я под песню «Бриллиантовые поля» Ниагара. Что такое? Напой. Да, не смогу. Я не женщина. Издалека, да? Ну, что-то такое, я потурку найду. Там женщина извивалась красиво в формах француженка, как мы их представляем в идеале. Я извивалась на дереве, рядом находился джентльмен, тоже француз, как мы их представляем, играл на фортепиано на Ямахе. Три негритенка играли ангелов, облеченные в перья. А мы ехали через вот эти степи ростовские. Ноябрь был, и сначала было влажно, а потом было быстро приморозило. И действительно, все вокруг было вот как в бриллиантах. Я, конечно, доехал, 6 или 7 часов ехали, я приехал никакой. Ну, разве что усталость не дала мне потерять сознание. И приехал, переоделся. Мне к кому-то хотелось пойти. Я начал листать записную книжку. Никто не откликается, потому что Федька с Тиграном в армии. Они на полгода ушли позже. А, позже. Два года. Ну, они попозже ушли просто. И только до Аркаши я дозвонился. Он говорит, приезжай ко мне на Белорусской. Я приехал туда, ну, а там Святая Святых, там квартира Высоцкого, где он написал треть своих лучших песен. И я вхожу, и у меня сразу культурный шок. Перед этим я лежал в госпитале и слушал Шевчука. Наш Бог тебя всегда найдет грехи. Отпустит боль, возьмет вперед. Христос, мы за тобой наполним небо, добротой. Шевчук сидит. Цой, будь осторожен, следи за собой. Гарик, Бутусов, БГ. И кто же еще был? Кто же... А, Толик Крупнов. Толик Крупнов был. Ну, все были. И у меня сразу все... Я больше ничего не помню. У меня первый слайд. А потом уже в институте, то в общежитии пересекались. На каких-то там все время какие-то компанияки собирались. Они выступали, я помню. Цой выступал в Авгике, как это было. Да, да, да. В Авгике многие кто были. Был убиенный этот пастырь. Александр Мини, сын человеческий. Один из людей, который незаслуженно, кстати сказать, критикуется до сих пор. Ну, псевдо такими сторонниками. Уж не знаю, от чего можно больше ортодоксии придумать. Ну, какой-то сверхортодоксии. Но он привел десятки тысяч людей к вере. Вот как раз своими книгами, своей работой. И трагическая смерть, непонятная до сих пор. Я думаю, что, как всегда, это случайность. Самое постоянное, что может быть, это трагическая случайность. Кроме психбольной. Да, правда, удивительная такая мека прям была. Вегик тех времен. Какие-то смешные истории. Авгик горел. Все ночами снимали. Спектакль. Помнишь, прилетая на дне с дом кукушки, а кто-то голый. Кто вышел голый? Саша. Саша Баширов. Он любит выходить голый. Ну, поэтому и любят женщины. Все-таки есть какая-то взаимосвязь. Да, да, взаимосвязь есть. Женщины любят, когда вот все ясно. Все ясно. А то все ясно. А так никакой путаницы. Все ясно. Какой-никакой, но мы его видим. Да, да, все ясно. А так, может, воском натертый. Да, как знать. Блестит. Это анекдот. Мне не надо, чтобы стоял, мне надо, чтобы блестело. Простите. Колобур. А еще какая-то была смешная история, когда в этот чайник какой-то подсыпали наркотик. Помнишь, в столовой? Не помню кто, что то ли заварил траву какую-то. И все выпили этот чай всем гиком. Там столько было веселых историй, друзья. А вот что правда, что нет, мы вот с Иваном как бы это до конца не поможем. Нужно отметить, это было как последнее поколение романтиков. До определенного времени, я не знаю, что сейчас творится во ВГИКе, наверное, все строго подвержено... По коммерции? По коммерции, да, прагматичная нотка преобладает, а тогда-то все горели. А знаешь, что я еще хотела спросить по поводу фильма Кирилла Серебренникова про Цой. Ты видел фильмы? Нет. Нет? Ты знаешь, я предпочитаю некоторые фильмы не смотреть. Предположим, я не смотрю Федины фильмы. А ты как «Девятый рот» не видел? «Девятый рот» увидел, мне понравилось. А больше я ничего не смотрел, почему? Потому что было очень много противоречивых откликов, и я подумал, посмотрю я фильм, мне не понравится, он мой друг. Однажды мы с ним встретимся, я его люблю, из любви я должен буду сказать правду, неизвестно, как он это воспримет. Да нафига мне это все... Она может быть одна, может быть другая. Да, ну в любом случае это от любви бы было, но мы могли бы с ним рассориться навсегда. И многих своих друзей, и знакомых... Ну ты подожди, но Кирилл Серебренников же не твой друг. Кирилл Серебренников не мой друг, но он представитель целой формации, культурной формации, которая имеет право тоже быть. Я не считаю, что многое из того, что сделано, принесло какую-то пользу отечественной культуре, но кто я такой, чтобы вообще оценивать пользу этой или не пользу. А Костя Богомолов тебе близок, как художник? Ну тоже так. Я к нему не объективно отношусь, потому что он муж Ксении. К Ксении я отношусь хорошо. У тебя есть просто личное включение? Однажды она купила мое сердце на том журнском пионере, когда читали произведение. Она вышла и прочитала рассказ про то, как заболел отец. И они с мамой пытались самолет арендовать. И что-то было очень человеческое в ее рассказе. Во-первых, она литератор, неплохой, умеет формулировать мысли. Она не глупая женщина. Раза три она приглашала меня на свои передачи. Я дурак шел, зная заведомо, что опозорюсь. Потому что я совсем из другого мира. Ну совсем из другой вселенной. Три раза я честно позорился. Ну что девочке сделать при ее? И ей хорошо, и мне надо. А мне наплевать. О каких программах-то у нее? Ну я пришел куда-то на Эхо Москвы. На Дождь, наверное, приходил? На Дождь. Где-то меня разоблачили там несколько раз. И я с удовольствием разоблачился. Но ты все равно к ней с тепло относишься, я так чувствую. Да, она достойна счастья. Она работяга. Меня очень подкупают люди, умеющие работать. И неживущие просто рутинно, безобломовщины. Я снял «Слой разбойник». Сняли мы на свои деньги. Разумеется, никакой поддержки. У нас отечественный кинематограф-то не поддерживается. У нас закупается франшиза на дешевку. Либо категории «Б» и так же люди идут. Ну это отдельная боль кинематографиста. Не буду разводить сопли. Но мы должны были как-то отрекламировать. Возможности не было. И нам предложил канал. И мы договорились с МОЗ-ТВ, что я вместе с Ксенией проведу. А, было такое. Да, и мы в карете приехали. Готик. Она любит кареты. Как-то фалки, кареты. После меня и полюбила. Я думаю, после меня она просто прониклась этой темой. А, тема-то сексуальная. Но я там сраму натерпелся. Но, во-первых, я понял, что я очень плохой ведущий. Некоторые вот... Надо за собой хорошее. Не особо себя нужно чмурить. Мы существа Божьи. Мы достойны самых таких славных упоминаний. Ну, как сказать-то даже. Но мы и к критике должны быть. Должны относиться нормально. Правильно. Абсолютно. Мы стоим с Ксенией. Она как рыба в воде. Я не очень понимаю, как себя вести. Тут к нам выбирается на площадку. Один представитель шоу-бизнеса. Ничего он не делает, ничего не поет. Яркая фигура. Лев. Их называют почему-то львами. Паскуда. Паскуда. Лев-то опаскудился. И львица. Светские львицы. Что за светская? Кто такая светская? Что за львица? Светский лев. Еще хуже. Львица-то ладно. У нее хоть что-то есть, что предложить. Девочка. Мы обязаны ее любить. И уважать. Потому что она девочка. А у этого черта нет. И он начинает ее прижимать. Причем так довольно. Так. За бока. Ксению. Ласково. Ласково. И мат перемат. А он говорит, я тебе оговорит сейчас это. А я не знаю, как себя вести. Вообще, по уму, мне надо было. И очень хотелось. Бухо прямо. Чтобы он там. А мэн высокий такой. Он улетел бы у меня там в три ряда. И прям с переломом височной пустыни. Сейчас, Ксюш, знаешь, как будет приятно. Что ты хотела из нее просто. Это как административное и пастырское. Я могу общаться с людьми. Я езжу по стране выступление. Раньше это называлось творческие встречи. Потом я понял, что это не совсем творческие встречи. Потому что людей это не очень интересует. Они все узнают из интернета. И я уже прихожу. Они все уже знают. Они просто хотят скорректировать свое понимание мира с моим. Я человек чудной. А уж у меня аудитория, которая билеты покупает на мое выступление, еще более чудная. То есть получается. Я сначала приходил, был фортепиано, вступительное слово, фортепиано, прочитал рассказ. Потом ответы на вопросы. Потом я понял, что фортепиано, вступительное слово, рассказ. Все это ерунда. Рассказы. Кто пришел, тот читал. Просто так бы не пришли. Кто любит классическую музыку, он не будет. Он пойдет в консерваторию. Зачем я их мучаю? Самая интересная часть у нас была всегда ответ на вопросы. И поэтому я ограничился чем? Я говорю, вы знаете, не хочу вас обманывать. Не хочу ваше время терять. Не хочу время терять. Вот что интересует, по-любому. Смогу ответить, отвечу. Не смогу, признаю, что не во всем я как Дока. И некоторые для меня стороны жизни закрыты. Не интересовался. Вот какое-нибудь, может, самое яркое воспоминание, какой-нибудь вопрос, который тебя самого как бы заставил задуматься. Что-то такое вот из таких твоих выступлений. В Ярославле, по-моему, или в Томске. Я всю страну объездил, очень много было. Я приехал, и у меня не включился микрофон. У меня петличка. Я не люблю микрофоны, я не пою, и поэтому это расстояние между микрофоном не выдерживаю. То есть не помогает даже стойка. А петличка удобная. Не включили. Полная тишина. И я громко на весь зал кричу, что... А зал большой. Зал, ну, практически аншлаг. Мне почему-то вот людям это нравилось. Люди, наверное, устали от танцующих, поющих. Их много, их кучами. А здесь вот потерли за жизнь. Я говорю, я не могу вот сейчас говорить. Они мне говорят из зала, причем несколько человек. Говорят, садитесь, а мы на вас посмотрим. Я говорю, что же будете два часа смотреть? Будем, сказал зал. Будем. Зайки вообще любимые. Люди очень хорошие. Я такое удовольствие. Все страдают от масочного режима. А мне в кайф. А вот какая у тебя узнаваемость? Вот такая народная. Блин. Сто процентная? Ну, практически. Ну, за исключением нашей деревни, где она уже перевалила за тысячу, как биткоин. И уже нет смысла даже. То есть они считают, что я часть их родственника. На улице, ну, людям отказать нельзя. Потому что это, во-первых, твоя аудитория. Это твой прямой работодатель. Ты должен с уважением к этому, искренне. От этого устаешь. Ни на что не посмотришь. Сфоткаться надо. Детей не обидишь. Стариков не обидишь. Ну, вот с ребятами, солдатиками не откажешь. Женщина не обидена. Нет варианта, кому можно обидеть. Не найдешь просто. А тут масочный режим. Я маску эту одел. Вышел вот в Крылатское. Иду между людьми у метро. Я кайфую. Они такие клевые. Люди это самое красивое, что есть на земле. Они разные. Они смешные. У одного сейчас зрачок, как у сламандры здесь. Ухо здесь. Это здесь. Они странные, смешные. У них разговоры вроде бытовые. Но они вот в интонациях. Я очень соскучился, понял, по дополнительно человеческому. Я не могу это сформулировать. Но я получил глобальное удовольствие. Я уже год третий, четвертый снимался в интернах. Я отдал все долги. Я помог друзьям, кто нуждался, кому мог помочь. Я, наконец, получил возможность с жилплощадью решить все. И у меня остались деньги, которые нужно было... Мы поездили, посмотрели мир, посмотрели Европу. Я везде с семьей езжу. Ну, благо денег хватало. Там у нас рейтинги были лютые. Особо тратить мы не умеем. У нас такие очень... Пристрастия это как... Не фантастические. Богат тот, кому достаточно. И я был социально активен. Я и сейчас социально активен, но по-своему. Просто уже человек меняется. А это как раз пришлось на пик такой социальной ответственности. В стране творилось непонятное. Мне казалось, что мы делаем большую ошибку. И до сих пор я уверен, что это так. Что до сих пор не существует ни одного идеологического института. У нас боятся... Вот есть 13-я статья Конституции, которая запрещает единую идеологию. Это бред. Потому что идеология что есть? Идеология включает в себя законы перехода улицы на красный свет, на зеленый. И заканчивая покорением глубокого космоса. Туда входит все. Это можно, это нельзя. Вот те тонкие грани оговариваются множеством примеров. Что можно, что нельзя. Значит, к чему мы стремимся? Она также в себя включает конечную цель. Вот в Советском Союзе на Марс мы хотели лететь. Потом все хотели стать бандитами, девочками, простудками. Потом все смешалось. Теперь хотят уже непонятно, чего хотят. Ничего не хотят. Или хотят скорее в цифру перейти. А то неудобно айфоны в руках держать. И я был искренне в этом убежден. И у меня была возможность декларировать свои представления об окружающем публично. Благо я много писал в публицистике. Плюс к этому меня навел на мысль. Вдохновил. Вдохновил, да. Человек морской офицер в Питере. Я в знаменитых их ДК, которые они отстояли, где хотели небоскреб строить. Но питерцы молодцы. Они встали и не дали. Где Курюхин поп-механику свою знаменитую проводил. Выступление. Потом я подписываю книги. Ко мне подходит морской офицер и говорит, вам бы в Лужниках выступить. У вас есть задатки на национальной идеологии. То есть государственная национальная идеология. Вы бы поделились тем, что не просто на малую аудиторию. На всю Россию. Может, таких, как вы, не может, а точно много. А рядом со мной был директор наш Стас. А Стас, он такой, он везде. Вот сейчас он, по-моему, в Бразилии революцию делает. До этого он где-то еще делал. До этого его на Филиппинах к расстрелу приговорили тоже за революцию. Или где-то еще. То есть он организатор выступлений. Вот именно выступлений. И он сам по себе кипишной человек. Человек тоже рожденный для большой битвы. Я рожден для великой битвы. И я к нему, Стас, говорю, слушай, а действительно, а лужники можно в лужниках провести? А у нас аншлаг, у нас прям вот не единого места. На ступеньках люди сидят в Питере. И до этого еще было в Москве выступление. Меня Миша Ефремов подбил на него во Мхате. И тоже прям вот аншлаг, аншлаг. Очень, как оказалось, почему-то востребованное мероприятие. Ничего интересного. Неинтересный человек, ни песен, ни голых женщин, не убили никого, не изнасиловали. Но ничего. Ерунда внешняя. Люди как раз поэтому соскучились. Да, был запрозно. И долгие годы, я думаю, что он и сейчас есть. Сейчас видите ситуацию со всеми этими нашими изоляциями. И я Стаса спрашиваю, а он авантюрист. Стас, а можно в лужниках? Он говорит, вообще режимный объект, можно поговорить. Через день. Он не поленился, съездил. Он говорит, да, разрешили. Вообще это странная ситуация. И я думаю, что в аппарате у Путина есть человек, если не сам Путин, то кто-то, кто за мной приглядывает. Потому что Путин в точности повторяет, что делаю я. Я в лужниках провел, и через две недельки он, или через месяцок, я еще что-то сделал, и он там, и он везде, у меня ощущение, что следит за мной, ездит. И все делает, как копипастит, короче говоря. Тень Шварца. Скромненько. В лужниках приехали мы потом еще через неделю. Это действительно режимный, там нельзя проводить. Не то, что нельзя, не принято, никто и в Гулу никому не приходил, что можно. Там Майкл Джексон не окупился, потому что оно такое. Дело в том, что милые дамы-продавщицы билетов не советуют брать выше 56-го ряда, потому что вообще человека не видно. Вот такое оно. Там правда не видно. Для того, чтобы Мадонна выступила, оградили кусок. Для Майкла Джексона тоже оградили. Он для больших мероприятий, как Олимпиада. Я приехал на совещание, где присутствовали главный ФСБшник, главный пожарный, который, соответственно, бухгалтерская часть, ей нравилось все. Административно там какая-то за столом сели, а я был уверен, что не дадут. Ну, невозможно, потому что при моих взглядах еще сейчас-то я помягче, еще по-стариковски. Тогда-то я... Это были радикальные. Меня спрашивает главный, значит, председательствующий, там, видимо, директор. Видимо, директор. Ну, в двух словах, о чем это будет? Ну, я говорю, малькобесия. Готика, национализм. Свержение власти. Нет, свержения нет. Зачем? Я наоборот, это в другую сторону. Движение тут не вверх, движение вниз будет. Тогда пожарный заинтересовался. Он говорит, а вот что вы думаете, почему у него возник вопрос непонятный? Вот о нашей, говорит, службе. Я говорю, это безобразие. Я говорю, это безобразие. Потому что, почему шатура горела? Потому что у вас штату резали, просеки не выделили. И вот это, и у меня в докладе это, он говорит, приду всей семьей. И мне разрешили. И когда разрешили, я был уверен, что не разрешат. Осталось 6-7 дней. Я понимал, что если сказать, что, ну, если действительно говорить по-серьезному, это потребуется неделю говорить. Я могу только тегами, только вот прям как оглавление прочитать. За те 2-3 часа, а шло 2,5 часа, было холодно, шел дождь. И 32 тысячи людей сидели все это время, смотрели. Вот такой я писюличный был. Я подумал, как это предстоит? Ну, что можно? Если язык вот так сделать, трибуну в виде языка, там на коленях надо с гитарой. Ну, я не певец. Если там кругленькое что-то, там станцевать надо. И в итоге я решил, если такое величие, если такие великие мысли, если есть возможность, вот такая халява, прям мечта артиста, без музыкального сопровождения, на 4 стороны, собственная телега, без коррекции, куда хочешь, о чем хочешь, как хочешь. И я решил, давайте поставим пирамиду. Только она по величию, мы поставили белую пирамиду со скошенным верхом. Там из консерватории 4 бубна повесили, что я отсчитывал главы. То есть, ну, не бубна, как и тарелки. Бум! Я начинал что-то говорить, у меня был белый плащ, душе повесит. Душе что-то, потом в другой. Бум! И люди, им понравилось, людям, в принципе, понравилось. В 2007 году на Всемирном Русском Соборе в присутствии ныне Святейшего Патриарха Кирилла был озвучен фундаментальный труд, созданный под руководством Виталия Аверьянова, так называемый Сергиевский проект. Был не менее серьезный труд господина Севастьянова. Были работы Холмогорова, были работы Савельева, была мятежная работа уважаемого революционера Петра Грицко. Был отчаянный труд Алимова, проект русского национального единства за рубежом. Много было еще заслуживающих упоминания работ по этой теме. Но ни один из них не был услышан. Нет! Причуда отнюдь не в ошибках допущенными авторами. Причина заключалась в несостоятельности самой русской общественности услышать этой преданной России голоса. Духовно-информационный вакуум поглотила эти голоса. И надо быть благодарным Богу и времени, что сейчас этот вопрос наконец заинтересовал людей. И я вдвойне благодарен Господу, что Он предоставил мне эту возможность, что здесь, на самом большом стадионе, самой большой страны в мире, открыто можно говорить об этом. Доктрина 77! Я жду звоночков. И первый звонок был по церковной линии. А я же уже в Сане, все дела. Звонит мне отец Дмитрий Смирнов. Он недавно умер. Это один из величайших был пастырей московских. Из величайших. Просто их 5-7 человек в Москве есть, кто вот такого уровня харизмы и на ком держится и держалось столичное благочестие. Настоящее. Не поддельное, не истерическое. Ну, настоящее. Скорее всего, сразу у меня мысль, что в патриархии поняли, что вот такие дела, что все кирдык, короче. И через отца Дмитрия скажут, чтобы я сам написал заявление задним числом, как менты, на два месяца раньше, что типа уже ушел и не имею отношения. Поэтому никаких притензий к церкви быть не может. Я был готов на это. Я люблю церковь, я не хочу ее подводить. Ну, тут отец Демитрий говорит, ты слушай, молодец, молодец. Вот что значит правильное капиталовложение. Отцы говорят, мы за тебя отдельно посидели. Я так, как Орлеонный, думаю, ну, блин, хорошо, арестуют все равно. И уж святой жизни человек скажет, пусть расстреляют на Красной площади. Из самого страшной пушки, из царь Пушки, пусть он зарядит меня, я буду доволен. Тут звонит Малес, а я на тот момент еще совмещал Сашу Малес. Он артодоксальный еврей, я артодоксальный православный. Нас это очень объединяло, потому что он в субботу категорически не хотел работать, а я вечером, в субботу и воскресенье, и плюс мы два с ним упертых сторонников ношения краткоствола. И у него ствол, и у меня ствол. То есть мы прям вот братья на веки, короче говоря. Я работал в Евросети у него креативным директором. Директор, точно. И звонит Малес. Я сразу вижу телефон Малес, я думаю, так, Алишер, скорее всего, там через еще кого-то из какой-нибудь башни Кремля сказали, ну это, блин, давайте снимайте, убирать надо. Значит, мне звонит Малес, говорит, «Деньги нужны, у тебя все хорошо, деньги нужны, наши тебя поддержат». Я говорю, «Наши кто?» «Наши все». Вот прошло это все, слава богу. Нигде не арестовали все, все по-честному. Парень сказал, парень сделал, ответился, золотые роликсы, белые, или красные. Гелик. Человек должен, не гелик, фу, нет, красные адидасы, золотые, роликс. Все остальное можно достать самому с помощью ножа и ствола. Как я мальчик саму подозвал где-то и подарил пластиковый ножик. «Папа, папа, хочу еще подарить». Я говорю, «Сынок, я тебе подарил жизнь и нож, все остальное ты должен добыть сам, ты же мальчик». Вот сняли мы соловей-разбойник, прокатали, а перед этим была пресс-конференция. Мы пошли в Итартас, есть два-три места, где все время дают пресс-конференции, чтобы заявить о том или ином событии. Там набранный пол журналистов, которые, собственно говоря, как по работе ходят туда, они знают, что там на это время этот назначен, этот фильм будут представлять, эту политическую программу, эту экономическую. И они вот одни, и фотографы одни и те же. И у меня там был среди прочих, он уже умер, старенький дед, сто лет я его знал, фотограф. А там же приходишь, когда всем надо свою работу выполнить. Я профессионал, я сам из кино-комьюнити, я уверен ему. И они, ты приходишь, Иван Иванович, сюда! Иван Иванович, сюда! Повернул, на эти, все свои получили, сели, поприветствовал с праздниками, поздравил всех, кто с религиозными отдельно. А это 12-й год, Путин должен идти. Муть еще идет по поводу того, как у Путина на Медведева, Медведева, я уже забыл на Путина, ну, короче говоря, Путин. И там, ну, какие-то были кандидаты, кто-то уже заявлял, что кто-то смешной заявил, что тоже хочет президенты, а то ли Бронциалов, то ли еще кто-то. Череда ряженых, короче говоря, прикрытия, массовка. И меня спрашивал этот дедок, который фотограф, Иван, а ты, президент, что, не пойдешь, что ли? Я говорю, я подумаю. Я подумаю. А я как-то так, все на доброй, веселой ноте. Иван Хлобыстин сегодня объявил о своем решении баллотироваться на пост президента России. Актер, режиссер и бывший священнослужитель заверил журналистов, что это не рекламный трюк, а взвешенное решение. Хочу предложить отчизне некий философский, идеологический концепт, чего не хватает, то, что не объединяет, то, чего нет для того, чтобы мы могли стать нацией. И уезжаем мы на следующий день на Кипр. С Оксанкой, с детьми. Возвращаемся с Кипра дня через 4, через 5. Нас в аэропорту встречает Live News, НТВ, еще какая-то была передача. Ну, не передача, программу. Канал, да. Вышли, ну, а я думаю, ну, мало ли, снимали, интерны, и там нельзя было разобрать, что по какому поводу, по широкому или по случайному, или вот как с Бузовой и Бородиной, там я чего-то на миллион сократил. Ну, ересь какая-то. Ребята работают, операторы не виноваты, что они камеру держат. Девочки, которые не виноваты, что их послали, дураки, иначе. И они говорят, какая ваша политическая программа? Я говорю, ребята, ну, конечно, мракобесие, средневековье, милитаризм, и социализм, национализм. И вот такая, и ушел получать чемодан. Иначе вышел, дал им, что надо, похохотали же с ними, они все сняли, что надо, и Монтик, а это Савва, мальчика. Ты снег не жрал? Что? Снег не жрал опять? Опять? Да? Все? Все? На шутке. Я как-то должен проявлять, что и отец тоже как-то, а что спросишь-то, они уже все знают. Ну, вот так приходится вот. Судить. Что есть, то есть спросил. Дальше смотрим. Новости идут. Идут рейтинги. Левада, не Левада. Помню, Левада. У меня три с половиной. То есть, ну, обычно как? 98 у Путина, один на всех, и полтора премьерских. Да, да. А ты забрал все эти три. А я все плюс чуть-чуть даже у святая святых забрал. У самого ВВП. Храни его, Господь, навещанами Путина, Христос вообще. Тогда я сомлел окончательно. И я говорю, Оксана, ну, видать, такая... Наша участь. Участь. Готовься? На Белый дом идем. Я, значит, участь. Я решил не мелочиться, как с доктриной. Меня позвали тут же на Эхо Москвы. Я решил, что надо сходить. Но обычно мне не о чем говорить, потому что у них всегда свое мнение. Я его уважаю. Не разделяю. Ну, зачем нам? Дрязгаться смысла нет. Там был дивный человек, такой белая кость. Ну, вот, хороший. И публицист очень хороший. Я по дороге почитал у него блог. Там женщины ему пишут, его в раздыхательнице. Там, не помню уже, как его звали. Там Антон Петрович. И не страшно вам такого человека. Его надо обыскать. Вдруг у него нож. Или еще что-то такое. Еще что-то такое. Я смеялся. Я подъехал туда, на Калининский, где студия, поднялся в студию. Мы с ним говорили. У нас был час или полтора часа. Но, будучи сам из среды журналистов, поработав с журналистами, хорошо понимая технологическую всю архитектуру, я понимал, что главный вопрос он мне задаст перед тем временем, за две минуты, чтобы я не успел до конца сформулировать. Развернуть не успел. Ну, вот если он опытный, за две минуты до окончания он говорит, а действительно вы хотите быть президентом? Я говорю, нет. Я хочу быть царем. Он говорит, в смысле? Я говорю, да, я хочу быть. Смысл мне идти в президенты, зависеть от кого попало, обсуждать пустые бумаги, тратить государственные деньги, время. Нет, я хочу быть царем. У нас всегда была монарха. Он при Брежнева была, при Сталине. Называлось по-разному. Но из-за этой путаницы дурацкой и формалистической мы ничего не добиваемся. А здесь все ясно. Он говорит, а как же вы поймете? Я говорю, все очень просто. Вы понимаете, что царь это помазанник Божий. Я вижу себе ситуацию так. Я сижу дома. Оксана варит борщ. Приезжает Шойгу. Говорит, Иван Иванович, Владимир Владимирович сейчас подъедет. Значит, еще там, господа руководящие чины, по поводу вашего президентства, по поводу будущей монархии, что будем делать? Я говорю, ну, товарищи, дайте сначала борщ. Вот. И они поели борща, обсудили, решили что-то, уехали. Вот тогда, когда это все обсудят, тогда я уже пойду на президентский. Тогда уже будет понятно, что все усверено, что все на своих местах, что лишние люди не пострадают. У пенсионеров не удержат пенсию в связи с моим триумфальным пришествием к власти. Не пострадают малоимущие, не пострадают малые народы. Никто не пострадает, будет только хорошо. Вот это для меня будет, а суть его вопроса заключалась, как вы поймете, что вы имеете право быть царем. Я говорю, вот, это же помазанник Божий. Должен быть явный знак, причем не просто так, что-то в Неве там блеснуло, должно быть так. Оксана варит борщ, приезжает Шойгу, приезжает там кто еще, министр, Миллер, кто Абминат, ну все приезжают, чуваки. Приезжают люди, садятся, едят борщ, все решается. И я понимаю, что это знак. Я остановлюсь. И он такой конкретный. После чего коронация, красивая, пышная. Ну, немного потрясти ядерным оружием, напомнить, что у нас есть, там у нас еще не спаленных атоллов сколько, чтобы американцы тоже нюхни теряли, а то они что-то забаловали. Ну, а все остальное так практически по-прежнему. Вот такое у меня было президент. Чем закончился? Закончилась эта организация в 130 городах, общественных организаций. Это так стремительно? Стремительно, в течение двух недель. Приложил все усилия, чтобы объяснить людям, я не хочу ничего возглавлять, я не хочу быть президентом, я не предлагаю, я не специалист. Вы поймите, самое главное, что я мог это как-то инициировать интерес. Ты человек, который дошел до религиозного зана, ты служил в храме. Кстати, я его очень люблю, я туда захожу. София. Он такой, какой-то прям немножко петербургский. Кто ли из того, что на набережной стоит, даже его архитектура. Там вся наша жизнь прошла. Вот этот период, он у тебя тоже закончился, потому что тебе нужно зарабатывать деньги. Я не знаю, но это то, что там... Там не в этом дело, там, знаешь, это довольно сложный вопрос. Ну, сложных не бывает вопросов. Я просто в какой-то момент осознал, что я не могу по большому счету дать людям того, что должен давать священник, что я плохой священник. Вот я когда снял первый свой фильм как режиссер, я получил все необходимые призы для того, чтобы производить впечатление на девочек. Я на 10 минут больше постоял в одно утро перед зеркалом. Ну, на этом все закончилось. И я понял, я не могу быть режиссером. Во мне нет административного таланта, той харизмы, харизмы Агамимнона, чтобы вот прям руководить полками. Это особый талант. Я могу быть хорошим литератором, могу писать, могу фантазировать, могу играть, могу что-то еще делать. Но вот в данном случае я не руководитель, а режиссер должен быть руководителем. И примерно такая же ситуация со священником. Священник, когда начинает священно действовать, собственно говоря, он должен весь отдаться этому. То есть тебе в 5 часов утра должен позвонить человек и сказать, батюшка, что-то мне не спится, а расскажите мне. И ты должен с удовольствием прям веру Христову. Я не такой. Я не соответствую высокому сану священника. И поскольку я люблю этот институт, я люблю духовенство, и духовенство очень хорошо ко мне относится вообще, церковь очень хорошо ко мне относится, но я реально отдаю себе отчет в том, что я плохой священник. В некоторых вещах нужно признаваться. Нельзя жить не по любви, ну, с кем-то там, предположим. Нельзя заниматься ради денег каким-то делом, ради денег, если ты не горишь этим. Многие вещи нельзя делать. Многие нужно делать, а многие нельзя делать. И это относится к тем делам, которые, как задачам, действиям, которые нельзя имитировать. Любой имитатор будет людей калечить. Это очень тонкие материи. И на момент, когда много было шума, я понял, что мне лучше патриарху написать, изложить вот мои сомнения по этому поводу. И патриарх отнесся к этому с большим пониманием, зная... А как был патриарх? Кирилл, да, уже Кирилл, да. Уже Кирилл. Вы полагали меня при Алексии. Это вся странная история. Вообще, со священцем очень странная история. Меньше все на свете. Я думал, что я буду священником. Мы жили в Тушино. Рядом с нами жили ребята, наши друзья, бывшие киргизские комсомольские деятели, по-моему, которые обворовали кассу комсомольской организации Киргизии и свалили в Вену. Они помогали, поскольку они сами из Средней Азии и жили когда-то в Киргизии. Среднеазиатскому архиерею Владимир Ким. Тогда это был архиепископ. Дивный совершенно человек. У меня много книг. Он хорошо пишет, но у него такая тематика богословская, но тем не менее. Он сам к себе человек хороший. И они мне звонят, а я только-только вошел в церковь. Я еще не афит, я горюйка, святее Папы Римского. Мы с Оксанкой счастливы. Мы после причастия бежим куда-то за забор у нас в термосе котлеты. Перед причастием нельзя. Мы пережили самый прекрасный период нафитства, хотя он очень злой. Он из всех христианских ипостасей, эволюции человеческой души. Это одна из самых таких категоричных. Звонят мне ребята, говорят, мы в Австрии, а у нас приехал наш, кому мы помогаем. Он должен отвезти деньги за паникадил. Паникадил – это большая люстра в церкви. Ну, самая большая люстра. Он, видимо, взял люстру. Ты уже в храме на... Да, я уже в храме. Я обычный прихожанин. Я ни о каком священстве это что, я и думать не думал. С моим раном это что? Я так отстраивал на мэру, что светлее меня дьявол был. Ну, с большим пиететом я относился к священному начальнику, к духовенству как таковому. Я любил церковь и люблю ее до сих пор. По-своему, ну, это мало чем отличается от общих представлений. То есть, как... Я действительно как-то по-родственному. Церковное сообщество для меня это семейное сообщество. В большей степени, нежели какую-то, не знаю, общественную организацию. У меня было две машины. Одна была старая Исузу. Я ее отдал в автосервис наваривать пороги. А зачем-то мы все делали пороги. Пороги и кенгурины. Кенгурятники. Мало ли, куда зависит. Я помню, конечно, пороги почему-то были. Они пачкали одежду. Пачкали одежду. А зачем кенгурятник? Кенгурятник вообще это когда в Австралии, чтобы кенгуру не сбить. А здесь-то бабок сбивать, что ли? Это считалось таким апгрейтом. Машина была средней зрелости. А вторая Нива. На ней Оксанка училась ездить. Я звоню этому человеку. Говорят, Владыка, святый, благословите. Вы знаете, вот такой казус. У меня сейчас ребята думали, у меня джип, а у меня Нива только. Я вас могу на Ниве, но это как неприличествует. Он говорит, да у меня все, меня на епархии, у меня. Он чудно говорит, гагауз. Смешной, по-хорошему смешной, забавный человек. Очень глубокий человек. И поехали мы с ним. Это Софрина. На 30-м километре у меня лопнуло колесо. Я облился холодным потом. Это катастрофа. Кто на Ниве ездил, тот знает, что колесо впереди, один раз на него смотришь при покупке. Больше его не видишь. И после продажи не видишь. И в середине не видишь. Оно бессмысленно абсолютно. Это чисто дизайн. Она называется доводка, но она никак. Я уж и сам толкал машину. И он мне помогал. Я дважды холодным потом облился. Ну, такой высокий чин. Я неофит. В итоге мы вызвали тоже. Апропо. Мы вызвали службу Ангел. Тогда уже было. Пока она ехала, он достал шахматы. Такие, знаешь, в электричках играют магнитные шахматы. А я хорошо играл в шахматы. Уж не знаю, как сейчас. Практики не было много лет. Меня дед пьяница научил. У меня дед был. Ты смешной, это же не поверишь. Мой дед чуть не стал светилы шахматного. Вот вообще шахматного. И Олимпа, да. Но все из-за его тягостных пристрастий. Это мамин папа? Это мамин папа. Он был директор дзестельского клуба. Рядом пансионат был. Он любил выпить. Он ходил в пиджаке, в шляпе, в часах слава. Все было вроде хорошо, но денег ему не давали, потому что знали, что он любит выпить. У него был друг, киномеханик, дядя Буря. Тоже ходил в шляпе, потому что они были самые нарядные мужики на деревне. И вот мой дедушка ходил, ходил и выглядывал, где бы ему вот то. И увидел, что пенсионеры, которые приезжали на реабилитацию, в большие шахматы играют. Знаешь, что ты представляешь? На рюмочку. Он очень быстро выяснил условия этой игры. Обыграл. В этот же день напился в тряпке. И на следующий день, и у него начался райский период, просто постижение вот этих всех, он не читал книг, он не делал заметок, не изучал стратегии Алёхина, Капабланки, он ничего этого не знал. Но однажды туда прислали заместителя шахматы федерации, уж не помню, джентльмена как звали. И где-то его вдул раз пять, наверное, сразу за рюмочку. Тут говорит, вы гений, вы гений, вы говорит, Никола Тесла, вы Леонардо да Винчи. Думает, ну да, давайте еще сюда. Рюмочку. Давайте сюда, рюмочку сыграть. Раз так хорошо все. Мотивация была серьезная. Поедемте, я должен немедленно вас представить всему шахматному сообществу столицы. Вы проведете, мы прям посадим всех гроссмейстеров. Я уверен, что дед бы если у Леонардо стояли, всех бы порвал. Все порвал, как Тузя Грелку. У него не было выхода просто. Но они сделали стратегическую ошибку, они сначала его привели в ресторан. Вернулся он на следующий день в порванном пиджаке, без рукава, устроил там драку, хулиганство, речи ни о какой карьере в шахматном мире быть не могло. Но он научил меня играть в шахматы. И вот мы садим с архиепископом, и он меня вдувает четыре раза, он меня на эндшпилях душит. Причем так по-детски. Я даже не понял, как он... Я восхитился. А потом разговор, пока ждали. А это синдром полустанка. Значит, на полустанке случайному человеку больше рассказываешь, нежели даже самому близкому. Как купейный, да, такой. В психологии синдром полустанка. Он мне рассказал, у него тяжелая жизнь. Он видел, как отца его, как фашисты повесили, потому что он помогал партизанам. Он в Молдавии жил. Как с мамой по огородам прятался. Потом, как пошел в семинарию, в комсомол не хотел вступать, боксом занимался. Много чего рассказал. А я уже тоже рукопашкой занимался. Нас это объединило. Я ему о своей жизни рассказал. И он мне под конец нашей беседы говорит, что в финале вот все у тебя. Хорошо, тебе нужно быть попом. Потому что простыми словами можешь довести сложные вещи, которые, в общем-то, логикой не доводится, а только живым словом. Я говорю, вы знаете, я не могу себе представить архиерею, которая меня рукоположит священник. Потому что одним из элементов нашей профессии является создание бэкграунда. То есть такой некой твоей истории, которая тебя заставит журналиста заинтересоваться тобой. В ином случае тебе журналисту придется платить. Я, будучи человеком без блата, вынужден был все постигать сам, своими ногами. И делал свой бэкграун. И я сделал его таким, что там сам дьявол сатана, это детский сад, вторая группа. Он говорит, я руку положу, приезжай ко мне в Среднюю Азию, через два дня жду тебя ночей. Я его отвез в Софрина, приехала машина. Это было то предложение, как у крестного отца, от которого нельзя было отказаться. Оксанка была беременна Васей уже, это четвертый ребенок. Я приезжаю к Ксюху, мы, кажется, едем в Среднюю Азию, будем, судя по хитрому лицу нашего архиерея, будем ослам крутить хвосты. Собирайся. Она подумала, говорит, самый большой чемодан в нашем доме у Маринки. Она недавно была в Крыму. Представляешь, как она, она не думала ехать, трое детей, вот это беременное животное последние месяцы за два месяца. Она там родила? Родила там, да, у нас Василия Алибабаевич, Васенька. Родила, рядом с женской мадресе, я прыгал под стеклом. Ее все... А у нее же татуха тоже такая, да, у нас мы на свадьбу, все нормальные люди что делают первую брачную ночь? Ну, что-то делают. А мы татухи делали. Во-первых, у нас полная была такой Гарик, Скляр, друзья-подводники какие-то на гитарах играли, съемная квартира на 15-й парковой улице, и тату-мастер по кличке Аллигатор нам сделал двух единорогов как символ чистоты, только у меня черным ветром, а у нее такой вязь. Ее все считали, что она уголовщина. А к ней... Там, там, да. Бедные узбекские женщины, которые рожают, и тут раз, привезли тетку, и она в татухе, вот сейчас рожать, и к ней периодически, а мы же по-светски приезжали, приезжают здоровые мужики, кто? Один я был без бороды, у меня, говорит, татарин, проклятый, мне ничего не сделать. Я выросла, кстати. Ну, кое-как, это все бревать надо, а вот такую бы, если бы у меня росла, я бы вот аварамическую сделала бы, с косичками бы делала, но в этой красоты у меня тоже нет. И у меня друг был Сергей Андреев, священник, он сейчас там, а он такой, он похож на цыгана, даже на молодого наркобарона, где-то вот колумбийская, Мексики или так. В Колумбии. И он любил еще остроносые ботинки, и нас вся больница боялась, а ее очень уважали. Очень уважали. Ой, это грандиозно, конечно. А помнишь, ты в какой-то момент стала выводить татуировки? Ты их вывел? Нет, я вывел, у меня здесь была прекрасная по тем временам, по тем убеждениям, идеал, ну, во-первых, я всегда был набожен, и здесь Херсонес Таврический, вот колокол, здесь был все заросший анашой, здесь была красивая полуобнаженная дама, снимающая трусики. Вот я помню, что ты вот ее выводил. Да, да, когда я женился, Оксана, хитрая женщина, так преподнесла, она говорит, я не против, что у тебя красивая тут, но зачем она снимает трусики? И мне в голову не приходило, что можно для чего-то другого снимать трусики. А вдруг она захотела по-маленькому. И я так озадачен, что пошел вот на улице Свободы, в Тушино, и мне злой армянин, кстати, сказал, я сидел по колено в дыму, а тогда еще техники особо никакой не было. Я просто помню, мы с тобой встретились где-то, когда ты ее только вывел. Да, 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 это ужасно, шрам ужасный, до кости. Оказывается, что там, где краска, не черно-белая, и тогда кололи, собственно говоря, глубоко. Потом вот это все образовало, заросло, но меня все спрашивали, ну что это такое? В итоге я вот доколол вот эти две штуки и радиацию. Я говорю, знаете, я был ликвидатором последствий чернобыльской, аварии Чернобыльской АЭС. Ну, выхожу, что-то на память надо взять, все-таки подвиг совершил, а ничего не возьмешь, все фонит. И поэтому я, выходя, просто об реактор, на память. Вот понимаете, вот я по этому говорю, я не всегда понимаю, когда Ваня фантазирует, а когда говорит правду. Ты сам-то всегда знаешь это? Мы живем в квантовом, мы вошли в квантовый век, ну какая правда? Я хочу узнать про ТНТ. Что такое? Ты кто там теперь есть? Ну, а ТНТ, я добрый товарищ и партнер. Ты партнер на ТНТ? Нет, ну как, я служивый. У меня, конечно, никакого, как там, правый голос у тебя есть? У ТНТ нет правого. А вот этот весь хайп с Бузовой, Ольной. Это вообще, это просто... Бред какой-то, я даже иногда изумляюсь, что даже... А ты знаешь Олю Бузову вообще? Да. Ну ты с ней знаком лично? Нет. Ну я ее видел где-то там, но мы представлены не были. Ну мне вообще этот контингент... Контингент. Ну просто не интересен. Не интересен, но не мой. Не плюс, не минус. Ну просто и как явление есть такое в современном мире. Оно полно соответствует тенденциям современного мира. Это клип-культура еще более изощренная, нежели в наши времена. Это все начиналось, а это прям вот теги, теги, теги. Уже не текст, а теги, теги, теги. Быстрая смена звезд. Просто Бузова Ольга, она давно, она как бы одна из первых и она так очень яркая. Дом-2 никогда не приветствовала, потому что я вообще не приветствую копания в чужом белье и прорезетирование на этом. Мне не нравятся ток-шоу вот эти, где обсуждаются. Да, может быть, они и приносят кому-то какую-то пользу, но они больше приносят вреда, они создают ощущение, что мы находимся в состоянии беспрерывной дрязги и мы готовы вот все вывалить. Многие вещи нельзя вываливать, как бы ни относились друг к другу люди и какая бы трагедия там ни была, некоторые вещи должны быть вот свои скелеты в шкафу храниться должны под семью замками. Про Бузову, честно, я не могла не спросить, потому что она яркая персона такая. Закрыл дом-2 из Бузова, а ей уменьшил зарплату. Зарплата на миллион. На миллион. У себя в ВК я написал, я не стал отрицать, что я говорю, да, уменьшил, закрыл, теперь они будут лысые, с синими бровями. Кто? И Бузова, и Бородина. Да? Вот знает и Бородино. Да, и... Ну, а там, я же прочитал же новость, меня спросили, и знать-то не знал, собственно, про Бородино, и я узнал из этой новости, что есть и Бородина еще. Вот. И что у них там есть внутри еще передача, что есть такая передача. Кто-то против кого-то, одна против другой. И о чем не знаю речь, но это связано с Домом-2. В финале последний, после того, как сократил зарплату, я думал, ну, фейк какой-то смешной, первоапрельский фейк, но почему зимой непонятно, и почему ко мне привязали. Видать, другой персоной более неподходящей к этой новости не нашлось, потому что, ну, самый, этих валенок. Вот я говорю, вы боролись, не Госдума не закрыла Дом-2, не Совет Федерации, а я выкупил, купил акции Газпрома, нажился, и выпил, и закрыл к чертовой матери. Ты написала. Это смешно. Единственное, что могу сказать, вызывает уважение работоспособности. Не, ну они крутые по-своему явления, ну просто кто-то читает одну книгу, кто-то другую там, да? А кто-то не читает. А кто-то вообще не читает. Ну, опять же, не существует некой единой государственной как политики, что ли, или как линии на то, чтобы делать наше население прогрессивнее, интеллектуальнее, начитаннее. Есть продиктованные рынком быстро текущие сменяемые друг другу программы, где эти герои, где эти героини ну, наверное, такие должны быть. Я чуть-чуть к другому отношусь, к другой части культуры. Она не лучше, не хуже. Наверное, это просто другая часть культуры. У меня такое же отношение к этому. Я критикую того же самого Сау, который, как и все остальные дети из своих айфончиков, но там другой мир. Видишь, твоя основная профессия, жизнь, это связано с кино, с актерством, и, конечно, с то, что ты пишешь. Ты вот с юности. А помнишь ли ты момент, когда ты даже приходил просто там на грузинку, мы жили там вот с мамой, Серёжей даже уже был, приносил что-то такое необычное, напечатанное. Я всегда... Да. Да, и ты говорил, прочитай, Светка. Читаешь всегда, столько фонтан. Интересно. С другой стороны, если это даётся, грех не пользоваться. И драйвило. Всегда драйвило. Мой наставник, Ирлан Антонович Быков, он меня очень любил. По непонятной причине. Ко мне многие люди относились вот как-то так. Ну, я ничего не сделал для того, что никак не проявил на тот момент себя. Ну, а мне как-то... То ли своих детей не было, ну, непонятно. То ли очень совпадали, резонировали мы внутренне. У него одна из самых ярких ролей. В Андрее Рублёве он играет на Раскомороха, юродивого. Проходит время, в Царе я играю, Дашута, Янковский. Стал одной из причин, почему я поступил в ВАВГИК. Потому что я выбирал профессию. Вообще я хотел быть волшебником. Но потом я подрос и понял, что пока это невозможно. Я ничего тогда ещё не знал о принципе Гейзенберга, о квантовом эффекте наблюдателя. То есть даже надежды не было. Но ближе всего была профессия режиссёра. Всё-таки создаёшь миры. А самым ярким показателем этого всего было фильм Обыкновенное чудо. Я помню, что я в деревне прыгаю с тарзанки в пруд, который рядом с заброшенной лодочной станцией. Жёлтые кувшинки. Мой друг, косой, одноклассник Андрей Васильевич Мукрецов кричит мне с берега «Побежали! Скоро будет обыкновенное чудо!» А там субботу, по-моему, в воскресенье разделяли серия так, серия так. И я лечу с этой тарзанки и понимаю, что я хочу быть режиссёром. И я очарован был совершенно ролью Янковского. Это любимый момент, когда он «Любимая, спит тысячелетие, там то-то-то пройдёт время». Или когда «Как ты мог не поцеловать принцессу? Солдаты попирают сапогами смерть ради любви к Родине, учёные бросаются в пропасть ради любви к науке, а ты даже её не поцеловал». И для меня это божество какое-то было, ну, без там, мистической составляющей, но тем не менее, древнеязыческие божества. Я снимаюсь на царе с ним. Он никогда не носил креста. Мне удалось ему доказать, что в храме неудобно курить трубку, потому что он играл митрополита. Было много забавных ситуаций, их сейчас не рассказать. И как-то мы тоже с ним, очень, там, Петя Мамонов, Янковский, ну, такая звёздная компания, я восхищаюсь Петей, Янковский, это, ну, часть жизни. И вот он должен уезжать. Уже отсняли, ночь, зима, хоть глаз выколи, только наш отель освещен и освещен Кремль Суздальский. Через реку замёрзшую, морозы стояли, монастырь, Александров монастырь. А он перед этим подходил, Янковский, и спрашивал, ему понравился крест, который ему сделали, точную копию креста митрополита Филиппа. И он говорит, «Может выкупить у девчонок?» Я говорю, «Не надо выкупать, вы спросите у них, они вас обожают, они вас так отдадут всё. Неудобно как-то». Я говорю, «Да не спросите, вы им сделаете благо». Потому что для них это, ну, Янковский носит трой крест. Он выпросил в итоге, они отдали с удовольствием. Мы сидим в лобби-баре, вот он ждёт машину 12 часов ночи, ну, там без 15, без 20-12. Машина должна в Москву его отвезти, потому что он сдал анализы на онкологию, и он должен получить результат, и я волновался по этому поводу. Нехорошо себя чувствовал, но не показывал. И у меня возникла мысль такая, не знаю почему, «А у вас освященный крест?» Он говорит, «А как это?» Я понял, что я крестительство его еле-еле научил в нужную сторону, и от трубки в храме отучил. Я говорю, «Дайте крест, я попробую сейчас осветить». Он говорит, «Ну где там, всё закрыто?» «А ночь на дворе». Я выхожу из отеля, наугад, бегу через реку, через замерзшую, этот Александров монастырь, и происходит мистическое событие. Огромное здание, монастыри еще тех времен, Ивана Грозновских, открывается, выходит монах, схимообразный, я уж не знаю, схимник, не схимник, сторож, не сторож, на меня не смотрит, пропускает, я вхожу дальше. Обалдеть. Ведет в храм. Я уверен, что я его не видел, уверен, но просто, может быть, он на колокольне был, когда я там единожды запозил. Я уверен, что он меня дает, почему он меня пустил. Нельзя пускать туда и закрытый монастырь. Он в храм меня пускает, мало того, в алтарь, в алтарь нельзя светским людям входить, он знает, что я священнослужитель. Он мне дает, он знает, что у меня нет подрясни, что у меня нет облачения. Он все это дает мне. Дает наперстный крест, это вот, ну, священнический. Дает святую воду. Все по умолчанию, вы молчите. Абсолютное молчание. Я кладу крест на подоконник, окропляю, потом кладу на престол для освящения, отдаю ему воду, снимаю подрясник и выходя, беру ремень за 80 рублей, помню, даже сколько стоил, чтобы, ну, хоть как-то оправдаться, чтобы, как... Он слова не сказал, слова не сказал. Когда я спросил, сколько стоит, он показал на бумажку, которая при выходе из храма в полумраке, там даже свет не горел, там одни лампады. Я выхожу, перебегаю через дорогу. Ремень, кстати, у меня на джицах до сих пор. Вот сейчас я могу, если нужно будет, даже показать. Специально подписал. Прибегаю, отдаю ему этот крест. Машина увозит его, он приезжает в Москву. Я так понимаю, что он на следующий день получил вот свой трагический приговор. Я в этом вижу, что он никогда не был набожным человеком, но он, видимо, был хорошим человеком. И, видимо, он отдавался профессии так, а это служение людям, так или иначе, что вот это и есть милость Божия, это проявление милости Божией и прям вот благодати, которая вот через вот это чудо снизошла на меня. Мало того, в храме Софии, который мы упоминали, я все время стою на одном месте. Я в алтаре не сажусь, хотя священнослужители могут в определенный момент садиться, но я никогда не сажусь. Я стою, и у нас только-только сделали, реставрировали росписи внутри алтаря. А это древний храм, он построен на деньги Малюты Скуратова, кстати. И напротив меня это называется клемма, круглое изображение, а внутри один из патриархов. И вот прямо напротив меня патриарх Филипп, которого он играл. Мало того, он удивительно похож на Янковского. А покажи этот в пояс. Заметался, заметался. Я заметался, потому что мы же вынесли из той комнаты, где моя сетряпочка. Вот, Иван Грозный, 2008 год. Красивый, кстати, ремень-то. Я люблю такие простые. Да, я люблю простые вещи. Я тоже люблю. У меня такие вещи, вот, грубо говоря, вот этот пиджак может быть сегодня куплен, а может быть там 30 лет назад. То есть у меня есть вещи, которые я ношу всю жизнь на самом деле. Да, да. Это фантастик. Я их вот меняю, ну покупать то же самое. Орган смеялся, пришел в жилетке, которая 25 лет, на которой на мотоцикле еще учился ездить. Он говорит, а это ваша знаменитая жилетка из крайней плоти дракона. Я знаю, у тебя каждая вещь имеет какую-то историю и какую-то судьбу. Просто так ты на себя не наденешь, что попало. Это видно. Все, тогда мы собираемся, мы тоже сейчас поедем на день рождения. Ну ладно, мы без чая обойдемся. Слушай, а можно собачку взять на руки? Да. Да. Это и девочка хорошая, тебя не хранят же. Мне будет еще две собаки, потому что у тебя будет так лезть. Ну, праздник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!